Всем привет! В эфире Универ Ньюз, в студии Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, сегодня в выпуске. КФУ посетила делегация рекрутинговой компании «Казан Эдикейшн». В униклинике проводятся процедуры по выявлению узловых образований щитовидной железы. КФУ собрал всех тех, кому не безразличен новый блокбастер «Джокер». В Москве прошла встреча Ильшата Гафурова с министром науки и высшего образования Михаилом Катюковым. На встрече ректор КФУ выступил с докладом об итогах развития Казанского федерального университета. А также Ильшат Гафуров стал единственным ректором, представившим отчет о деятельности вуза. За время реализации программы развития КФУ удалось преобразовать и ориентировать на динамичный рост несколько разрозненных до этого вузов, создав единую корпоративную культуру Казанского федерального университета. КФУ вырвался в лидеры по экспорту образования. Число обучающихся его в стенах иностранных студентов превышает показатели других федеральных высших образовательных учреждений, а средний балл ЕГЭ является рекордно высоким, несмотря на большое количество абитуриентов. А теперь к следующим новостям. Состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации рекрутинговой компании «Казан Эдюкейшн». Подробности смотрите в следующем сюжете. 29 октября Казанский университет посетила делегация рекрутинговой компании «Казан Эдюкейшн». В рамках визита состоялась встреча гостей с руководством КФУ, где были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов рассказал гостям о современном этапе развития Казанского университета. Директор департамента внешних связей КФУ Ольга Вершинина поделилась количеством иностранных студентов в настоящий момент. Генеральный директор компании Ренат Абдулхаликов и исполнительный директор Адина Сабитова поделились своим научным и образовательным опытом. Валерия Муратова, Ленарда Валитьяров, Универньюз. В университетской клинике Казанского федерального университета проводится уникальная процедура по выявлению узловых образований щитовидной железы. В чем суть метода и насколько он практичен, смотрите в следующем сюжете. Университетская клиника Казанского федерального университета является одной из передовых лечебно-диагностических комплексов Республики Татарстан, оказывающих все виды медицинской помощи. Одной из передовых является отделение ультразвуковой диагностики, где на сегодняшний день применяются самые современные технологии, методы диагностики и лечения, многие из которых были внедрены впервые именно здесь. Это шесть основных филиалов, три стационарных подразделения на Чехово, на Ершово, на Шмидте. Есть поликлиническое отделение на Вишневского, родильный дом и женская консультация. Многоплановость нашего отделения как раз и определяется тем, что у нас большое количество клинических исследований. Работа отделения ультразвуковой диагностики строится на важных принципах – скорость, мастерство и знания. Здесь проводится уникальная процедура по выявлению узловых образований щитовидной железы. На сегодняшний день существует новая многообещающая технология, так называемая эластография с двиговой волной. Суть которой заключается в том, что при помощи мощного импульса, который излучает ультразвуковой прибор, создается сдвиговая волна. А обычное ультразвуковое исследование основано на принципе продольной волны. Сдвиговая волна более медленная и продвижение этой волны при помощи графического анализа, который картируется в цвете, мы можем видеть на экране. Также мы можем измерить скорость продвижения волны и оценить жесткость. Жесткость считается признаком злокачественности. Наиболее жесткие участки характерны для раковой опухоли. Применяя данную технологию, врачи университетской клиники могут не прибегать к методу пункционной биопсии, исследованию, которое проводится путем прокалывания кожи, где добывается ткань узла и под микроскопом оцениваются риски злокачественности. Методика достаточно травматичная. Она может вызвать определенные негативные эмоции у пациентов. Поэтому пунктировать все выявленные узловые опортования считается нецелесообразным. Врачи университетской диагностики проводят отбор пациентов на пункционную биопсию для решения дальнейшего вопроса о оперативном вмешательстве. На основании существующей на сегодняшний день признаков рака щитовидной железы, достаточно сложно бывает определить доброкачественный узел или злокачественный, так как все узлы могут протекать как под маской злокачественной, так и доброкачественной. Именно с помощью метода эластографии, который применяется в университетской клинике Казанского федерального университета, можно точно и оперативно определить диагноз и при необходимости начать лечение. Лилия Талипова, Ленардо Влезьяров, Универньюс. КФУ заключил договор о сотрудничестве с фондом Эйджад и компанией Дэлил Петролиум ЛСС. Подписание соответствующего соглашения состоялось в рамках проведения международного форума Эйджад «Лидершип форум-2019» на правах стратегического партнера в развитии научной отрасли ОМАНа. Представители приоритетного направления «Эко-нефть» приняли участие в крупнейшем международном нефтегазовом форуме. Эйджад – это виртуальный оператор, объединяющий промышленность, науку, образование и правительство ОМАНа. Взаимодействие заключается в том, что перечисленные индустрии участвуют в совместных исследованиях и инновациях. А теперь к следующим новостям. На базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла международная конференция «Бдуэн-де-Куртане и мировая лингвистика». Подробности далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошло пленарное заседание международной конференции на тему «Бдуэн-де-Куртане и мировая лингвистика». Эта конференция является, с одной стороны, данью замечательным историческим традициям, которые заложили ученые Казанского университета еще в середине XIX века. Это прежде всего Иван Александрович Будуэн де Куртене, великий лингвист, родоначальник Казанской лингвистической школы, которая прославил у нас университет на весь мир. И с другой стороны, это замечательная возможность показать российскому и зарубежному научному сообществу те наработки, те достижения, которых достигли уже наши современные ученые, лингвисты, представители Казанского университета. Международная конференция способствует плодотворному обмену информацией и результатами научных исследований между учеными регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. Это очень традиционная, имеющая богатые традиции конференция, которую знают многие не только в нашей стране, в филологических кругах, но и за рубежом. И я не смеваю, что в ней стараются принять участие вполне реномированные ученые из нашей страны, из Европы. Поэтому участие в Будуэнской конференции это, безусловно, престижно. В ходе конференции обсуждались актуальные проблемы современной лингвистики, связанные с идеями Казанской лингвистической школы, среди которых теоретико-методологические постулаты Казанской лингвистической школы и их значимость для современной науки. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. Шоурум Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации КФУ собрал всех тех, кому не безразличен новый блокбастер Джокер, режиссера Тодда Филлипса. Студенты и эксперты Казанского федерального университета поделились своими впечатлениями и разобрали самые загадочные моменты. В шоуруме Высшей школы журналистики пришло обсуждение самой громкой премьеры этой осени – Джокер. Картина Тодда Филлипса поразила не только экспертов киноиндустрии, но и зрителей со всего мира, в числе которых и наши студенты. Я считаю, что этот фильм произвел такой фурор, потому что тут авторы убили двух зайцев сразу, то есть вывели остросоциальную картину и при этом использовали персонажа комиксов, который сейчас очень сильно популярен. И в комиксах описываются зачастую его эмоциональные трагедии и почему он себя так ведет. Преподаватель философии КФУ через призму своей профессии рассказала о личном восприятии этого фильма. Я считаю, что он именно интересен с точки зрения научного осмысления, осмысления той социальной реальности, в которой мы находимся. И я лично как преподаватель люблю обсуждать какие-то философские проблемы сквозь фильмы. Мне очень приятно, что наконец-то появился фильм, на котором можно наглядно рассмотреть какие-то постмодернистские, постструктуралистские идеи. Самые преданные зрители фильмов о Джокере смогли разглядеть тайные знаки и отсылки к другим картинам, которые и объясняют задумку Тодда Филлипса. В новом Джокере безумно много просто отсылок на комиксы и отсылок на поп-культуру. То есть все их, понятное дело, я перечислять не буду. Но скажу так, что, допустим, даже первая и вторая сцена, она уже говорит о многом. Там на часах показано одно и то же время, это 11.11. Если верить в нумерологию, верить в магию цифр, это символ грядущих больших перемен. Все-таки Джокер – это диагноз человека или диагноз общества? Дарья Курмышкина, Вилета Басова, Универньюс. На этом наш выпуск завершен. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова